МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сергей Анюховский. За рулем сельхозтехники. На тракторе был водителем-трактористом. И за штурвалом крупной фабрики. Мы сохраняем традиции. Самый молодой директор промышленного сектора Бобруська. Его жизнь – экономика. Увеличен объем производства. А слабость – любимая дочери. Директор «Красного пищевика» в авторской программе Анастасия Курсан «Без галстука». Смотрите прямо сейчас. Эта программа «Без галстука» – самое неофициальное интервью с официальными лицами. Я в самом начале интервью обнаглею и попрошу вас сделать то, что обычно журналисты себе не позволяют. Наша программа называется «Без галстука». Поэтому попрошу вас снять. А кто вам дома завязывает галстук? Сам, конечно. Как пришло время их носить, так я и научился. Сергей Анатольевич, я знаю, что самый распространенный вопрос, который задают вам журналисты – насколько сложно руководить предприятием с женским лицом. Поэтому любите ли вы сладкое? Конечно, люблю, но в силу того, что сладкое, оно мне не совсем полезно, вот в силу высокой калорийности. Поэтому я минимизирую потребление сладкого и только на дегустациях. Вопрос, сложно ли руководить женским коллективом, я думаю, что любым коллективом руководить сложно. Но женским, наверное, ответственнее, потому что женщины в основной своей массе, люди более эмоциональные, поэтому каждое слово, выражение должно быть взвешенным, осторожным. На 8 марта, наверное, предприятие закупает сотни тюльпанов. Да, покупаем, но на 8 марта многие предприятия покупают сотни наших коробок подарочных, поэтому этот праздник, он такой приятный, возрастает реализация, ну и появляются, конечно, мужские свои хлопоты. Красный пищевик кто-то называет мармеладной фабрикой, кто-то зефирной, но в конце 19 века, немногие об этом знают, это был дрожжевой завод. Была такая веха в истории предприятия, и она была достойная, также достойно есть продолжение. Дрожжевой завод, в конце концов, трансформировался в кондитерскую фабрику, и сегодня это одна из ведущих кондитерских фабрик не только Республики Беларусь, но и постсоветского пространства. Первый зефир, насколько я понимаю, начали выпускать еще до революции. Скажите, сейчас это тот вкус? Мы сохраняем технологии, и даже если меняется оборудование, на котором мы производим продукты, потому что, понимаете, каждая из единиц оборудования, она подвержена устареванию, подлежит замене, меняется, но технология и рецептура остаются неизменными. Про неизменную рецептуру, верность традициям, ни грамма преувеличения. Красный пищевик – старейшее предприятие кондитерской отрасли. А бренд «Зефир из Бобруська» родился почти 150 лет назад. С приходом перспективного директора эта сладость, да и другая продукция, получили новую огранку после модернизации производства. Раньше работало в смену 15 человек на производстве именно дольки. Сегодня работает 3 человека. «Зефир», «Мармелад», «Ирис», «Халва», «Дрожжа» и «Конфеты» – ассортимент пищевика порядка 150 видов продукции. География поставок широка. Здесь выпускают сладости для худеющих, а недавно «Бобруський зефир» освоил и воздушное пространство. Мы встали в Белаве, сейчас в самолетах теперь вместо шоколадки предлагают первый «Бобруський». Я слышала, что в советское время по ГОСТам в зефир добавляли больше яблок, яблочного пюре, а сейчас больше добавляют сахара. Это правда? Нет. В зефир классической рецептуры, как и в советское время, идет около 30% яблочного пюре. Кожуры – это продукт переработки яблок непосредственных, которые без кожуры, без внутренних косточек. Как вообще конкурировать с мировыми производственными концернами? Ритейлеры ведь вправе выбирать, и конкуренция зашкаливает. Как вам удается оставаться на плаву, и кто ваш первый конкурент? Белорусский потребитель, он прежде всего доверяет качеству, потому что мы все понимаем, что российские производители, и много было случаев, и есть подтвержденные, мы вынуждены обращаться непосредственно в госстандарт, в концерн Белгоспищепрома, не соблюдают рецептуры, не соблюдают составы. Мы их постоянно, эту ситуацию мониторим, мы проводим закупки, обращаемся в контролирующие органы, если где-то есть нарушения, ну и приучаем тех же российских производителей к тому, чтобы порядочно себя вести на рынке. Это чревато большими проблемами, если начинать хитрить с рецептурой. Поэтому прежде всего я считаю, что наши стабильные продажи на белорусском рынке остаются благодаря качеству выпускаемой продукции, это первое, и доверию потребителя, которая наработана уже годами. Активная дистрибуция, у нас прекрасная торговая команда. Кто все же является главным конкурентом красного пищевика? Если брать по качеству выпускаемой продукции, по преподнесению на рынок, то это российский производитель ударница. После вашего прихода предприятие было значительно модернизировано. Какие планы в этом направлении у завода? В 2018-2019 году мы хотим возродить производство пастилы, которое в конце 80-х было прекращено. Это будет производиться на территории нашего предприятия. Во втором цеху мы установим новую линию. Но помимо этого мы развиваться будем не только на территории города Бобруйска. В ближайшее время мы зарегистрируем предприятие, это будет Красный пищевик «Славгород». И на данной площадке, 2018-2020 год, мы организуем производство мармеладных изделий. Смотрите далее. Сергей Анюховский считает калории. Где-то и сам готов к себе. Какие продукты выбирает? Не подвергшимся промышленной переработке. Оценивает творчество дочерей? У них страничка на ютубе. Любит жизнь? Я счастливый человек. Без галстука. Директор Красного пищевика. Когда работа отнимает много времени, свой отпуск лучше заранее планировать. В этом году удалось отдохнуть? У меня был прекрасный отпуск. Мы с супругой вдвоем на автомобиле поехали в Трусковец. Две недели были там. А вы предпочитаете активный отдых или поваляться на пляже? Не люблю валяться на пляже. И были мысли у моих домашних в ноябре, в декабре, чтобы я их в Египет свозил. Я говорю, я могу вас отправить одних, но сам не поеду туда. Посмотрю, как зимний отдых в этом году или в следующем году где провести. Ну, я думаю, что активно проведу. Расскажите немного о вашем детстве. Где оно прошло? Кто ваши родители? И вообще, ваше детство было счастливым? У меня и детство, и юность было счастливым. И сейчас я счастливый человек. Себя я помню, наверное, лет с пяти, пять, семь. Ну, как в сад, помню, немного ходил. В школу уже полностью помню. Оно прошло в городе Толочень, хотя родился я в Дубровинском районе. Отец был молодым председателем колхоза. Потом он переехал по работе, соответственно, переехала семья. И до семнадцати лет я жил, учился в городе Толочень. В 1997 году я переехал в Горки, Белорусской сельскохозяйственной академии, высшее образование получал. Довелось мне, будучи студентом, побывать на практике в Англии. А чем вы в Англии занимались? На тракторе был водителем, трактористом. У меня права тракториста до сих пор в документах водительских лежат. Два трактора. Форд был, он был постарше. И Джон Дир был современный трактор европейский, удобный, комфортабельный. Тягал трейлер, который транспортировал продукцию, это были салаты с поля до фабрики, до холодильника, где они охлаждались, обрабатывались и дальше шли в торговые предприятия. То есть, что вы профессией обеспечили? Я могу на погрузчике работать. Кроме экономики, чем еще увлекаетесь? Расскажите о своих хобби. Когда есть погода, я люблю покататься на велосипеде, либо прогуляться пешком. Когда нет погоды, я еду в бассейн. Я люблю слушать аудиокниги. Вы говорите, что любите гулять. Есть у вас собака для прогулок? У меня собаки, к сожалению, нету, потому что живу на съемной квартире. Собака – это определенная ответственность и перед животным, и перед теми людьми, которые пустили меня в квартиру. Хотя дети, у меня две дочери, просят купить им либо кота, либо собаку. Вот, когда будет свое жилье. Дома вы папа, муж или директор? Дома я и папа, и муж, и директор. Ну, потому что руководитель предприятия – это, наверное, стиль жизни. Поменять просто в пять часов рабочий день закончился, и, как вы говорите, директор «Тумблер» выключился. Так не получается, потому что есть звонки, есть какие-то сообщения. Постоянно находишься во время того же отпуска. Телефон не выключался, и интернет был постоянно включен. А дома меня всегда ждет жена, двое очаровательных дочерей, 7 и 13 лет. Младшая в этом году пошла в первый класс. Девочки уже довольно взрослые, особенно старшая. Кем она себя видит в будущем? Может, какие-то увлечения? Снимает клипы. Герой ее клипов – это младшая. У них есть страничка в Инстаграме, у них страничка на Ютубе. Кабинет директора «Сладкой фабрики» – симбиоз музея, рабочей зоны и комнаты отдыха. Пока руководитель был в командировке в Нью-Йорке, здесь появился главный символ Нового года – украшение, да и сама елка в брендовых цветах пищевика и дизайнерская звезда. На столе руководителя, помимо важных документов, незаменимого ноутбука и других гаджетов… Модная игрушка не только для детей, но и для взрослых. В ней такие пульки, когда хочется кого-то застрелить, но я человек законопослушный, поэтому только вот этот спиннер заряжаю. Стена почета! Дорогие директорскому сердцу награды предприятия. Из последних – очередная зрительская симпатия. Победа в конкурсе «Народная марка». Азефир – первый Бобруйский, и у нас первое место этих наград. Огромное множество, и здесь небольшая часть. Про гаджеты. У вас есть странички в социальных сетях? И есть ли на это время? Странички есть. Есть Инстаграм, есть Фейсбук. Ну, конечно, не так часто, как мои порой друзья обновляют, но тем не менее я часто просматриваю, смотрю, где мои друзья сегодня, чем они занимаются. Какие у вас профессиональные амбиции, и как бы дальше могла бы карьера ваша развиваться? Я работаю на успешном предприятии, точно так же, как и тысяча человек, которые работают вместе со мной. Я бы до пенсии работал на этом предприятии, потому что мне интересно работать. Каким продуктам отдаете предпочтение? Не подвергшимся промышленной переработке. Признаюсь честно, я считаю калории, и посчитать, смотреть, сколько калорий в готовом продукте, вот, сложно. Поэтому я покупаю продукт, ну, и в большей степени где-то и сам готовлю себе. Многие управленцы повернуты на высоких технологиях. Что у вас? Фитнес-браслет у меня есть, действительно. Он считает шаги, он считает пульс. Где вы одеваетесь? В магазинах, в Бобруйске, в Минске, бываю за границей, если есть время, там посещаю. Конечно, в рабочее время это костюм, тот же галстук, белая рыбашка должны быть. Но в нерабочее время, либо где-то в командировке, когда перелеты, конечно, комфортнее одеть джинсы, одеть что-то легкое. Для себя я одежду покупаю сам, мне трудно что-то навязать. А как вашей семье принято отмечать праздники? Дома или за границей? Все зависит от праздника, от ситуации, возможностей. В Новый год, семейные праздники, мы каждый год едем к моим родителям в город Толочино. Мы с отцом, как в том фильме «Старым добрым», ходим перед Новым годом в баню. Никуда мы не улетаем, поднимаемся на второй этаж, где стоит телевизор, елка, мать с женой и сестрой накрывают стол. В конце программы «Небольшой блиц» самое сложное решение в жизни? Из того, что было, наверное, переезд в город Бобруйск. Чего вы на самом деле боитесь больше всего? Потерять близких. Самая большая сумма денег, которую вы потратили за раз? Когда машину покупал 13 тысяч долларов. Лучший город на земле? Город, где родился? Самый страшный, на ваш взгляд, порог, женский и мужской? Он у всех одинаковый, лень. Если бы дьявол вам предложил бессмертие без всяких условий, вы бы согласились? Нет. Это был Сергей Аниховский, таким вас точно никто не видел. Спасибо за это интервью. Спасибо вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова